МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Барбару Хендрикс приняли за мужчину. Отношения между США и Россией сейчас острее, а ситуация в мире опаснее, чем во времена Холодной войны, заявил министр иностранных дел Германии Франк Вальтерштайнмайер в интервью газете Билд. Глава германского МИДа опасается утраты последнего доверия между Москвой и Вашингтоном. Причин конфликта между Россией и США становится все больше. Кажется, что исчезает последнее доверие. Если так пойдет и дальше, мы вернемся во времена конфронтации между двумя крупнейшими странами, цитирует издание главу немецкой дипломатии. Сравнивать ситуацию со временами Холодной войны неверно, убежден глава германского МИДа. То, что происходит сейчас, еще опаснее. Раньше мир был разделен на две части. Но Москва и Вашингтон знали, где проходят их красные линии и уважали их, говорит Штайнмайер. По его словам, сейчас региональные конфликты и уменьшение влияния крупных стран делают мир гораздо более непредсказуемым. Министр иностранных дел ФРГ призвал США и Россию к продолжению диалога и совместным усилиям по прекращению военных действий в Сирии. Первым шагом на пути к этому, по его словам, должна стать доставка гуманитарной помощи и медицинских препаратов жителям осажденного Алеппо. Россия перебрасывает под Калининград ракетные комплексы «Искандер». Информацию об этом подтвердили в Министерстве обороны Федерации. По словам официального представителя ведомства, генерал-майора Игоря Коношенкова, подразделения ракетных войск неоднократно перебрасывались и будут перебрасываться в Калининградскую область в рамках боевой подготовки. Коношенков добавил, что российские военные специально не скрывали «Искандеры» при транспортировке, чтобы уточнить параметры разведывательного спутника США. Такую ловлю на живца российских военных оценили не все. Польша заявила, что обеспокоена последними действиями России в военной сфере и держит свои вооруженные силы в состоянии готовности. Дальность поражения целей комплекса «Искандер-М» достигает 500 километров. Таким образом, российские ракеты с территории Калининградской области могут поразить практически всю территорию Польши и долететь до Центральной Финляндии. В Литве открылись избирательные участки для голосования на парламентских выборах. Своих кандидатов в Сейм выдвинули 16 партий. Четыре из них объединились в две коалиции. Остальные борются за голоса избирателей самостоятельно. Лидерами гонки считают правящую социал-демократическую партию, оппозиционных христианских демократов и Литовский союз крестьян и зеленых. По результатам соцопросов, три этих политических силы могут набрать примерно равное количество голосов. Право голосовать имеют более 2,5 миллионов граждан Литвы. 13 тысяч из них зарегистрировались для голосования за рубежом. Социологи предполагают, что явка состоит от 47 до 49%. Премьер Литвы и лидер социал-демократов Альгирдас Буткевичус считает, что такая явка стала бы хорошим результатом. Для прохождения в парламент партиям нужно получить не менее 5% голосов. Коалиции нужно преодолеть 7% барьер. Депутаты будут избраны на 4 года. Правящая партия «Грузинская мечта» празднует победу на парламентских выборах в Грузии. По предварительным результатам она набрала почти 50% голосов, в то время как ближайший соперник оппозиционное единое национальное движение получило лишь 26,7%. По данным ЦИК, на утро воскресенье были обработаны две трети всех бюллетеней. «Мы ожидали победу», — говорит премьер-министр Грузии и лидер партии «Грузинская мечта». И главной причиной для нее было последовательное экономическое развитие, защита прав человека и разительные изменения по сравнению с 2012 годом. «Грузинская мечта» была основана миллиардером Бедины Иванишвили и пришла к власти в 2012-м, сменив единое национальное движение Михаила Саакашвили. Против бывшего президента возбудили четыре уголовных дела, преследовали и его сторонников, за что европейские политики неоднократно упрекали Тбилиси в избирательном правосудии. «Вас не будут притеснять, если вы голосуете за действующее правительство. Вас будут запугивать только если вы поддерживаете единое национальное движение», — заявил лидер оппозиции Давид Бакрадзе, узнав предварительные итоги голосования. Согласно предварительным данным ЦИК, ни одна из других партий не преодолела 5-процентный барьер, необходимый для прохода в парламент. В американском штате Нью-Йорк пассажирский поезд сошел с рельсов. По предварительным данным полиции и местного железнодорожного департамента в результате аварии ранены около 30 пассажиров. Главным образом они получили переломы и контузии. Однако ни у кого из них нет травм, опасных для жизни. Еще идет расследование, но уже известно, что причиной аварии стало столкновение двух поездов — грузового и пассажирского, вследствие чего мы провели массовую эвакуацию. Во время нее нам очень помогли местный отдел полиции и наши волонтеры-пожарные. Инцидент случился на острове Лонг-Айленд. Из-за столкновения пригородного поезда с ремонтным составом три из 12 вагонов сошли с рельсов. В момент аварии в поезде находились около 600 пассажиров. Сейчас движение поездов в районе города Нью-Гайд-Парк приостановлено в обоих направлениях. В Германии реабилитируют ранее осужденных гомосексуалистов и выплатят им денежные компенсации. Правительство выделит на эти цели около 30 миллионов евро. Об этом в интервью газете «Зюдойче Цайтунг» заявил министр юстиции ФРГ Хайка Маас. Соответствующий законопроект Маас обещал вынести на рассмотрение уже в октябре. Выплата компенсации тем, кого ранее осудили за сексуальную ориентацию, будет зависеть от каждого конкретного случая, уточнил Маас. При начислении компенсации будут учитывать продолжительность тюремного заключения. По мнению Мааса, страдания и несправедливость, которые пережили фигуранты дел о гомосексуализме, должны быть проанализированы и задокументированы. Всего, по оценке министра юстиции, на компенсацию могут претендовать около 5 тысяч человек. Статья о наказании за гомосексуализм была отменена в Германии в 1994 году, но осужденные по ней десятки тысяч человек до сих пор не реабилитированы. Министр юстиции Германии отметил, что гомосексуальные акты между взрослыми людьми, начиная с 1969 года, не считаются противозаконными и не подлежат уголовному преследованию. Но судебные решения, принятые по этой статье, по-прежнему существуют. По данным Федерального антидискриминационного агентства, всего, начиная с 1945 года, по параграфу 175 Уголовного кодекса ФРГ, были осуждены более 50 тысяч мужчин. Некоторые были приговорены к многолетнему заключению. Кроме того, они зачастую лишались жилья и работы, а также попадали в социальную изоляцию. При этом судебные решения, вынесенные в отношения гомосексуалиста во времена нацизма, были отменены в 2002 году, а приговоры, вынесенные в ФРГ, не отменены до сих пор. Немецкий министр защиты окружающей среды Барбара Хендрикс стала причиной политического скандала в Иране. Скандал разгорелся после того, как иранское телевидение показало деловое рукопожатие немецкого министра и вице-президента Ирана Масуме Эптекар. Дело в том, что иранские СМИ по ошибке назвали Барбару Хендрикс мужчиной, а женщина в Иране, даже если она вице-президент, не имеет права прикоснуться к незнакомому мужчине. Этот проступок мог стоить Масуме Эптекар по став правительстве и политической карьеры, сообщает иранский государственный телеканал ИРИП. Во всяком случае, пока иранцы не выяснили, что Барбара Хендрикс – женщина. В настоящее время сторонники жесткого курса в Иране используют любую возможность, чтобы насолить нынешнему умеренному президенту Хасану Рухани. В чью коалицию входит и вице-президент Масуме Эптекар. Редактор субтитров А.Семкин